Приветствую вас на моем канале, уважаемые розоводы. Продолжаем прогулку по моему саду и побеседуем о розах. Вы, конечно же, узнали эту красотку. Это роза Пьер де Рансар. Она находится во Всемирном зале славы. Всемирный зал славы был создан Всемирным обществом розоводов в 1976 году. Каждые три года выбирается роза, которую вводят в этот зал славы. Только самые лучшие розы могут быть удостоены этой чести. Такого звания за все время удостоились только 17 роз. Сейчас я буду зачитывать этот список и вы с гордостью можете поставить птичку напротив того сорта, который есть у вас. Первая роза это, конечно, Глория Дэй. Вторая Кьюин Элизабет. Следующая Фрэгрэнт Клауд, Айсберг, любимейшая моя белая флорибунда, Дабл Делайт, Папа Миян, Паскале, Джаз Джой, Нью Доун, Ингрид Бергман, Бонника, Пьер де Рансар, Элина, эту розу я посажу весной, Грэхэм Томас, Салли Холмс, эту розу я посадила осенью, Коктейль и последняя роза Мияна, Нокаут. Или ее можно еще перевести как сногсшибательная роза. В 2021 году проводился конкурс, но я еще не знаю результатов. Также у Всемирной Федерации Сообщества Розоводов существует зал славы для старинных роз. И самая старая в них – роза лекарственная калика, 1240 года рождения. Помимо выдающихся качеств розы для включения в зал славы, одним из критериев является количество продаж розы по всему миру. Но даже из этих 17 роз мы все равно будем выбирать свою любимую. Для селекционеров всего мира это звание является самым большим признанием его труда. Если в вашем саду растет такая роза, почетная, поделитесь, пожалуйста, в комментариях впечатлениями о ней. Продолжая тему о вкусах. Сейчас вы видите Флорибунду Акрополис. Я не очень такие розы люблю, непонятного цвета. Лепесток у нее матовый, мумифицируется роза. То есть ее нужно вовремя обрезать, но цветет она неравномерно, распуская свои соцветия. И не знаешь, как вести себя с этой розой. Росла она у меня в другом месте, я посадила ее на горку. Здесь она среди зелени как-то вписалась у меня, но она очень высокая. Высоту розы в саду можно сдерживать, конечно, обрезкой. Но не все розы к этой обрезке одинаково относятся. Например, кустовые розы, если их сильно резать, а еще более плетистые, они очень плохо переносят эту обрезку, если их очень коротко резать. Поскольку они очень долго наращивают плеть и на них цветут. Что касается Флорибунд, то в их селекции участвовала чайно-гибридная роза. И поэтому короткую обрезку Флорибунды, как и чайно-гибридные розы, переносят довольно легко. Но все-таки англичане, например, называют Флорибунды кустовые розы со цветами, подчеркивая именно, что это кустовые розы. И короткая обрезка, короткой обрезки рознь. То есть совсем сильно, коротко обрезать Флорибунду нельзя все-таки. Как мы это делаем с чайно-гибридными срезочными розами, обрезая их на две почки. Я свои Флорибунды обрезаю не более чем на четыре почки, оставляю им четыре почки. У меня довольно большое количество сортов роз в саду. И у каждой розы можно найти недостатки свои, но и найти достоинства. Акрополис, конечно, помимо того, что у нее необыкновенный цвет, такого цвета розы у меня нет вообще. И я не видела, она еще очень-очень долго держит цветок. Она, если не срезать цветок, мумифицируется и держит его до месяца. Но болеет черной пятнистостью. Это тоже недостаток этой розы. Сейчас вы увидите розу, которая в свое время произвела фурор на рынке роз. Это Навалис, совершенно необычная сиреневая роза от Кордес 2010 года. Флорибунда. Вот такого размера может достигать флорибунда. Высота этой розы у меня была 1,90 метра. Сейчас вы видите цветение этой розы. Увидев цветение такой флорибунды, согласишься невольно с англичанами, что это кустовая роза со цветиями. Сейчас вы видите ее под небесами тут. Вот такое красивейшее цветение у этой розы. Мощь необыкновенная, как у всех флорибунд от Кордес. У меня нет ни одной флорибунды от Кордес, которая бы не цвела мощно. Даже если у нее заявляется высота небольшая, как, например, у розы Космос. Она все равно цветет огромными охапками цветов. Таким же розам относится и роза флорибунда Навалис. На юге розоводы юга мы тоже хотим иметь у себя сиреневые розы. Также и лиловые, всевозможные такие вот ближе к синим розы. Нам тоже они очень нравятся. Но ведут они у себя на юге, на нашем жарком солнце очень плохо. Это цветение, которое я видела один раз в сезоне. Из-за того, что стояла очень хорошая прохладная погода для этой розы. Благоприятствовала она. В прошлом году я вообще не видела цветение этой розы. Все цветы у нее засохли. Вот в таком пышном виде они просто высохли за несколько дней. За два дня стояла роза. У меня такое впечатление было, что ее ошпарили чем-то. Вот так себя ведут у нас сиреневые розы. Когда мне задают вопрос, какие розы, Татьяна, вы посоветуете сажать на юге? Все, которые вы видите в моем саду. Но если вы не хотите разочарований, то не сажайте розы с сиреневыми и фиолетовыми оттенками. И еще одна сиреневая роза в моем саду Айсфогель. Это довольно новая роза Тантау 2016 год. Ведет эта роза себя абсолютно как флорибунда. Куст у нее такой же, как у флорибунда. То есть она цветет соцветиями. Куст раскидистый, в разные стороны растопыренный. Требует подвязки эта роза. Но отличается она от флорибунды тем, что она очень хорошо пахнет и очень долго держит свой цветок, если не мешает солнце и дожди этой розе. Обрезка у нее, как у чайно-гибридной розы, я ее обрезаю всегда не более чем на 4 почки, но и не менее. Для пышного цветения. Второе у нее цветение наступает очень быстро. Ее обрезать тоже можно, также на 4 почки. Эти прекрасные цветы принадлежат розе Афродита Тантау 2006 год. Тоже роза Тантау. Крупноцветковая чайно-гибридная роза. В моем понятии чайно-гибридные розы должны иметь вот такой габитус куста. У них должны быть плотные стебли. И свисти они на концах побегов должны вот такими огромными цветами по 16 сантиметров в диаметре. Афродита держит цветок свой очень-очень долго. Не менее двух недель будет держать цветок, постепенно выгорая. Она не болеет, эта роза, абсолютно ничем. И является прекрасным образцом чайно-гибридных роз. Обрезаю я ее коротко на 2-3 почки. Но побегов у этой розы всегда бывает много. Зимует она с большим количеством побегов. Я оставляю на кустике 6 побегов. Обрезаю их на 2-3 почки. И вы видите вот такое прекрасное цветение этой розы. Некоторые чайно-гибридные розы тоже можно выращивать кустом. Вот сейчас вы видите мою любимейшую розу принцессы Шарлен де Монако. Эта роза имеет огромное количество наград за запах. Незабываемый запах у этой розы. Эта роза способна расти как кустовая роза. Обрезка у нее производится такой же, как у флорибунды, как у кустовой розы. И она прекрасно цветет. Но дело в том, что чайно-гибридные розы, они цветут непрерывно. И требуют частого обновления куста. В ветви старше 3-х лет лучше удалять и давать розе наращивать новые побеги. Таким образом у меня сформированы розы Вен Роза, Голштейн Перл. Это огромные розы с высоким габитусом куста. Если вы желаете посадить в своем саду алую розу, то как никакая для этого подходит роза Голштейн Перл. Жемчужина Голштейна от Кордес. Роза 80-х годов прошлого века, но имеет, как у всех роз Кордес, у нее огромная сила жизни. Выгоняет она множество побегов. У нее в кустике 5-летнем, 6-летнем уже может быть до 20 побегов. Такая мощнейшая роза эта очень сильно колючая. Достигать высоты она может 2 метров. И растет она у меня тоже среди кустовых роз. Вот такие чайно-гибридные розы, как Вен Роза, Голштейн Перл. Их можно сажать с кустовыми розами в перемешку, как я уже сказала. Потому что это будет постоянное цветение. Кустовые розы у вас отцветают, так как у меня тоже. Флорибунды мои раннего цветения отцветают. А эти розы цветут постоянно и очень-очень долго. Это Вен Роза. У меня иногда спрашивают, какой высоты она может достигать. Сейчас вы видите, она выше окон. У меня здесь склон. Высота розы здесь 2,5 метра. Причем я ее обновляла. То есть вырезала все старые побеги. И она набрала у меня такую огромную высоту за один сезон. Цветение розы здесь у меня конец июля. Вот так она цветет. Такая высоченная чайно-гибридная роза. Такие чайно-гибридные розы бывают. Это мои молоденькие розочки, которые цвели в июне прошлого года. Выращенные из черенков. На переднем плане находится роза. Ее опознавали как шейла. Я купила ее как пересорт. Достался мне. Пожалуйста, прошу, у кого есть такая роза, определите, пожалуйста, напишите мне сорт этой розы. Но я склоняюсь тоже, что это не шейла. Безусловно, это чайно-гибридная срезочная роза. Видите, на бутончике здесь белый штришок у нее. Обратная сторона лепестков бледнее. Она такого же цвета, но бледная. Очень интересная роза. Я ее использую как оттенок другим бледным розам. Красивая яркая роза. Прошу помощи. Никаким образом она не реагирует ни на дождь, ни на солнце. Красивая роза. Узкий куст. Совершенно ширина куста 30 сантиметров. Высота 70-80 сантиметров у розы. Я надеюсь, вы приятно провели время в моем саду. Желаю вам всего доброго. До новых встреч на моем канале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok